Девушки отдыхают 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 Догоняет мяч. Классный пас пяткой. Получается прострел в центр. Удар по воротам. Штанга. Вот первый по-настоящему 100% момент у Динамо возникает. И только каркас ворот спасает Витебс. Вот на исходе получаса игры Динамо придумало действительно что-то интересное у чужих ворот. И только везение сейчас помогло Витебску сохранить преимущество два мяча. Ну а так и Динамо продолжается. Косараб. Возможно сейчас что-то интересное получится. Горцов. Еще один пас пяткой под удар. Но здесь нет. Они позволили пробить защитники Витебска. Вот это было очень опасно. И мяч так показалось. Залетает за шиворот Дмитрию Харитонову. Нет. Это только показалось. Таким парашютиком направлялся вон в сторону ворот. Подача на ближнюю штангу. Мяч летит. И опаснейший какой момент. И какое спасение. Дмитрий Харитонов или все-таки Михаил Башилов. Кто там последним выбил мяч на угловой. Показывают нам галкипера. Все-таки наверное Харитонов супер сейф сейчас сотворил. И посмотрите как высказывает он гневно что-то своим защитникам. А у Динамо еще одна попытка что-то придумать с углового. В чем заметное преимущество у Динамо. Краснов. Поддача в центр. Наумов удар головой. Какой опасный момент был. И Витебска сейчас мог доводить счет до разгромного. Ну классно. Играя по моментам и по забитым мячам. И уже два увидели до перерыва. Краснов без нарушений правил. Витебска забирает мяч по свой контроль. Перевод налево. Дмитрий Гирс. Может и пробить. Дмитрий отсюда. Вводящий удар. И в створ прилетает мяч. Михаил Казакевич на месте. В штрафной площади. Егор. Пас в центр. Под удар. Нет. Удара нет. Сейчас возможно что-то произойдет опасное. Какой подкат. И что это? Это игра в мяч. По-моему показывает арбитр. Хотя такое падение было очень в динамике страшное. С расчетом наверное даже на пенальти могло показаться. Но надо ждать повтора этого эпизода. Чтобы разобраться. Что там произошло. Зазвать очень положительным. Команда только вернулась из первой лиги. И сразу же ведет борьбу даже за четвертую строчку. Карен Варданян уже в штрафной площади. Попытка в ближний угол пробить. В штангу мяч попадает. Будет удар от ворот. Да. С учетом того что и тренерские перестановки были. По ходу сезона в Витебске. Причем такие. С оттенком скандала. Вновь убивает мяч. Но недалеко. Еще одна поддача Корцов. С разворота пробивает. И там мяч после рикошета. Все-таки попадает в сетку. Но только с внешней стороны будет угловой. В пользу Динамо. Ну вот хоть что-то мы увидели. В резкой команды. Олег Нович на правом фланге. На вес штрафную. Удар головой Германа Барковского. В створ мяч прилетает. Но на месте Дмитрий Харитонов. Ну и удар такой получился. Ближе так. Наверное к подрезке его можно охарактеризовать. Чем к какому-то опасному. Барковский. И сразу же атака Динамо получается. Герман Барковский. Дальний выстрел. И не с первого раза. Но все-таки фиксирует мяч в руках Дмитрия Харитонов. И что-то выговаривает своим защитникам. Гордийчук. Красиво убирает Эгидега. А Барковский. Нет. Все-таки зацепляется. Михаил Барковский. Герман Барковский за мяч. Прострел в центр. Удар по воротам. И будет удар все-таки от ворот. Ну вот. Из ничего буквально появляется опасный момент для Динамо. Ну и шикарен, конечно же, Никита Наумов. Кто там еще может выбить? Точнее, выбить могут все. Но Наумов сегодня в этом списке на первом месте. Мяч в руках Дмитрия Харитонова. И на этом звучит финальный свисток. Ну что ж, друзья. Фиксируем счет в матче 29-го тура. Между футбольными клубами «Витебск» и «Динамо-Брест» 2-0 в пользу.